Высокие страховые взносы, рост налоговых платежей, санкционное ограничение на ведение бизнеса, завышенная кадастровая стоимость земли и объектов недвижимого имущества, системные проблемы, с которыми из года в год сталкиваются алтайские бизнесмены, пояснил в своем докладе уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Андрей Осипов. Большинство предпринимателей сталкиваются с необоснованно завышенной кадастровой стоимостью объектов, которые не соответствуют рыночной. Ну и вот для примера, один земельный участок кадастровой стоимостью увеличилась с 4 миллионов до 360 миллионов, второй земельный участок с 656 тысяч до 39 миллионов. Не столько поддержать бизнес компенсациями, сколько помочь с кадрами, точнее увеличить количество бесплатных мест в среднеспециальных заведениях. Об этом сейчас просят многие предприниматели. Кто получил цирку 5, кто туда поступает, скажем так, на государственный счет. А кто плохо учит, он должен пойти на планы. Но на планы он должен тогда пойти, ну, не рабочую же специальность, потому что какую-то другую будет специальность, да, потому что родители будут за него платить денежные средства. И здесь вот, и мы теряем как раз на производствах такие кадры. В прошлом году было проведено свыше 70 мероприятий для бизнеса общества. Обучено свыше 800 человек. Несмотря на трудности и высокую финансовую нагрузку, предприниматели стараются завлекать в деловую сферу. Это и обучающие мероприятия для бизнеса, и на местах, и с использованием онлайн, проведение социологических исследований бизнес-климата. В качестве средств коммуникации работает интернет-приемная, и официальный сайт уполномоченного. Итог заседания – доклад. В конце марта документ о проблемах предпринимательства направит губернатору края в Краевое Заксобрание, Общественную палату и уполномоченному при президенте страны по защите прав предпринимателей. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.